Радио Медуза Ссылка на текст в описании эпизода Внимание! В тексте есть одно матерное слово. Пожалуйста, не слушайте его, если для вас это неприемлемо. Как Москва и Запад менялись заключенными во времена Холодной войны Настолько масштабного обмена между Западом и Россией или СССР не было как минимум со времен Брежнева, отмечает в разговоре с Медузой историк из Боннского университета Алексей Уваров. В 1976 году советские власти обменяли одного из основателей диссидентского движения в Советском Союзе Владимира Буковского на самого известного чилийского политзаключенного, лидера коммунистической партии Луиса Кроволана. По этому поводу поэт Вадим Делане, которого судили вместе с Буковским в 1967 году, сочинил широко известную впоследствии в Советском Союзе оппозиционную частушку. Обменяли хулигана на Луиса Кроволана. Где б найти такую блять, чтоб на Брежнева сменять? Историк Сергей Радченко рассказал Медузе, что Кроволана, как и Буковского, по праву можно считать политзаключенными. Поэтому сравнивать тот обмен с нынешним было бы некорректно, и все же случай был для того времени беспрецедентным. Больше на сделку 2024 года похоже событие 1979, когда пятерых советских диссидентов обменяли на двух советских разведчиков, работавших в ООН. В Советский Союз отправились сотрудники первого главного управления, это внешняя разведка КГБ, Рудольф Черняев и Вальдик Энгер. А из страны выслали Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Валентина Мороза и Георгия Винца. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета, остальные за антисоветскую деятельность. Как отмечает коммерсант, это был первый случай, когда советских граждан обменяли на их же соотечественников. В 1986 году уже при Горбачеве правозащитника и диссидента Натана Щеранского обменяли на арестованных в США чехословацких агентов Карла Кехера и Хану Кехер, а также советского разведчика Евгения Землякова, польского разведчика Ежи Качмарика и разведчика из ГДР Детлифа Шарфенорта, арестованных в ФРГ. В остальных случаях советские власти меняли своих агентов на граждан иностранных государств, в первую очередь США, отмечает историк Алексей Уваров. Часто иностранцы, входящие в обменные списки, тоже были шпионами. Один из ярких и самых масштабных примеров — обмен шпионами на Берлинском мосту в июне 1985 года. Тогда четырех граждан европейских стран Восточного блока, заключенных в тюрьму по обвинению в шпионаже, обменяли на 25 западных агентов, по другим данным их было 23. Они содержались в плену Восточной Германии и Польши. Точных сведений об этих людях нет, но известно, что советской стороне передали гражданина Болгарии, двух граждан ГДР и поляка Мариана Захарского, арестованного в 1981 году в США. Нельзя сказать, что подобные обмены были частыми, но имели место. Объясняет Медузия Уваров. Уже во времена Холодной войны американские политики уделяли особое внимание советским политзаключенным, отмечает историк Сергей Радченко. Цитата. Например, Картер поддерживал переписку с Солженицыным, а Рейган часто поднимал вопрос о Чаранском в своих переговорах с советскими лидерами. Разные американские политики поднимали вопрос о выездах тех или других невыездных и даже делились с Москвой списками жертв советских репрессий. Это вызывало достаточно унылую реакцию в Кремле. Такая забота была результатом давления лобби на тех или иных политиков, но это только частичное объяснение. Несомненно, и Картер, и Рейган действительно верили, что они должны сделать все, что могут для освобождения узников совести. Для них это было скорее вопросом морального императива, а не политической выгоды. Впрочем, одно другому не мешало. Конец цитаты. Кроме того, продолжает Радченко, иногда советское руководство делало подарки Западу, освобождая заключенных иностранцев безвозмездно. Так, например, было с освобождением американского экипажа RB-66. В 1964 году советские истребители сбили самолет над восточной Германией, и два офицера ВВС США попали в плен. Власти ГДР обвиняли их в шпионаже, однако летчиков освободили всего после 17 дней заключения. Сергей Радченко объясняет. Это стало подарком Хрущева администрации Кеннеди, с которой он хотел установить хорошие отношения для разрешения берлинской проблемы. Ему, правда, так и не удалось разрешить эту проблему, а отношения накалились очень быстро после того, как Кеннеди стал президентом. Конец цитаты. Берлинская проблема – это название, которое получило в политике проблему статуса оккупированного и разделенного на четыре оккупационных сектора Берлина в период с 1945 по 1990 год. С какими еще обменами, которые проводила Россия, можно сравнить события 1924 года? Прежде всего стоит вспомнить обмен между Россией и Украиной в сентябре 2019 года. Тогда 35 украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах, обменяли на 35 россиян, которые находились под стражей в Украине. В Украину вернулись в том числе журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, активист Александр Кольченко и украинские военнослужащие, задержанные после инцидентов в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Они находились под стражей в российском СИЗО по обвинению в незаконном пресечении границы. Украинская сторона, среди прочих, освободила главного редактора российского информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о крушении муазийского Боинга. Кремль позднее отказался раскрыть полный список тех, кого выдала Украина. Однако журналисты русской службы BBC опубликовали список, основанный на сообщении источников близких к переговорам. Историк Алексей Уваров в разговоре с Медузой подтверждает, цитата, Обмены России и Украины сравнивать можно, но все-таки две страны воюют с 2014 года, и масштабы там другие. А вот обмен между условным Западом и Россией беспрецедентный. Исследователь спецслужб Андрей Солдатов говорил в интервью Медузе, цитата, «Этот обмен действительно уникален. Впервые в истории России он включает в себя не только шпионов или людей, обвиняемых в шпионаже или государственные измене, но и политических активистов. Это беспрецедентно». Кроме того, нынешний обмен напоминает освобождение оппозиционера Михаила Ходорковского в 2013 году, которое, как и сейчас, во многом произошло благодаря давлению германской стороны, считает историк Алексей Уваров. Но это был не обмен, а именно помилование с российской стороны. Выменивало ли Запад политзаключенных у других стран помимо России? И есть ли похожие по масштабу сделки в мировой практике? «Похожие обмены происходили между Ираном и Западом», рассказал Медузе-востоковед Руслан Сулейманов, цитата. Как правило, Тегеран освобождает дипломатов или сотрудников гуманитарных организаций, которых он подозревал в шпионаже. Взамен он получает, соответственно, иранских граждан, подозреваемых в шпионской деятельности на Западе. Их скорее можно назвать политзаключенными, потому что доказать их причастность к шпионажу сложно, и Тегеран не особо к этому стремится. Таким образом, он скорее формирует обменный фонд, чтобы вернуть домой своих агентов. При этом непосредственных борцов с режимом, как правило, отпускают по амнистии. Это преподносится как милосердие Рахбара, то есть верховного лидера страны. Конец цитаты. Вот несколько других случаев за последнее время. В мае 1923 года Бельгия обменяла иранского дипломата Асадалу Ассади, обвиненного в планировании теракта против иранской оппозиционной группы во Франции, на сотрудника гуманитарной организации Оливьера Ван Декастилова, приговоренного в Иране к 28 годам заключения за шпионаж, отмывание денег и контрабанду валюты. В июне 1924 года Швеция освободила бывшего иранского чиновника Хамида Нури, который был осужден за военные преступления, связанные с массовыми казнями и пытками политических заключенных. Иран, в свою очередь, освободил граждан Швеции Йохана Фладеруса и Саида Азизи. Фладерус, сотрудник одного из институтов Евросоюза, был арестован в Иране в 1922 году и обвинен в шпионажу в пользу Израиля. Азизи, имеющий двойное гражданство Швеции и Ирана, был заключен в тюрьму по обвинению в сговоре против национальной безопасности и приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом обменов по масштабу сходных с российской сделкой в отношениях Ирана и Запада не было. Медузе не удалось найти информацию о таких обменах с участием из других стран, противостоящих Западу. Не вспомнили примеров и опрошенные нами эксперты. Так что можно констатировать, нынешний обмен между Западом и Россией уникальная сделка для новейшей мировой истории в целом. Что будет с россиянами, которых Кремль передал Западу? Они когда-нибудь смогут вернуться на родину? Юридический процесс обмена заключенными никак не регламентирован, отмечает в разговоре с Медузой адвокат ОВД-Инфо Валерия Ветышкина. Это скорее дипломатический, чем правовой процесс. И все же возникает несколько вопросов, дать ответы на которые пока довольно сложно. Например, до конца не ясно, что грозит человеку, который после обмена решит вернуться в Россию и позволит ли ему въехать в страну. Советских диссидентов лишали гражданства и выдворяли страны. Например, Александра Солженицына лишили гражданства специальным указом Президиума Верховного Совета Советского Союза после того, как обвинили в измене родине. После этого власти могли закрыть въезд для человека в страну. И с формальной точки зрения это было законно. Российских политзаключенных, напротив, помиловали за их, в кавычках, преступления. Соответствующие указы подписал Владимир Путин. Кроме того, по Конституции гражданин России не может быть лишен права на въезд в страну. Ни при каких обстоятельствах. Формально любой из тех, кого обменяли российские власти, может вернуться в Россию. Причем, опять же формально, у российского государства сейчас нет к ним юридических претензий. С другой стороны, силовики сразу после помилования могут завести новое уголовное дело за другие действия. Как раз для того, чтобы человек не решился возвращаться, предполагает в разговоре с Медузой Валерия Ветошкина. Такой же сценарий возможен и после возвращения человека в Россию. Но неясно, будут ли власти препятствовать въезду в страну. Что было бы незаконно. Хотя вряд ли в нынешних условиях это остановит силовиков. Кроме того, мы не знаем, требовалось ли для помилования предзаключенных формальное признание вины. Ветошкина напоминает, что с точки зрения Уголовного кодекса для помилования признание вины не нужно. Однако члены Совета по правам человека при президенте России говорили, что на практике силовики часто требуют такого шага от заключенного. Кроме того, у государства может быть свое представление о признании вины. Так, пресс-секретарь Путина Песков в 2013 году заявил, что Михаил Ходорковский признает вину, поскольку на имя президента подано его прошение о помиловании. О «косвенном» в кавычках признании вины Ходорковским говорил и Владимир Путин. «Ходорковский в письме ко мне признал вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умерла, и я пошел на это и помиловал его, для того, чтобы он мог общаться с мамой». Конец цитаты. Сам Ходорковский отвергал версию Путина. «Ни прямого, ни косвенного признания вины не было. Владимир Путин или действительно не помнит, что и отказался от помилования с признанием вины, или умышленно вводит в заблуждение». Конец цитаты. Впрочем, вряд ли политзаключенные, участвовавшие в обмене, вынуждены были признать вину или просить президента о помиловании. Например, уже известно, что Андрей Пивоваров узнал о том, что его везут на обмен только перед самой посадкой в самолет. Об этом рассказала жена политика Татьяна Усманова. О признании вины ничего не говорилось и в сообщении Кремля о помиловании заключенных. Их освобождение от уголовной ответственности власти объяснили необходимостью «возвращения граждан России, задержанных и находившихся в заключении, на территории иностранных государств». Вы слушали аудиоверсию разбора об обмене заключенными между Россией и Западом. Прочитать его можно по ссылке в описании. Спасибо, что слушаете «Радио Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах, а также на YouTube, в Telegram и в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN. Оставайтесь с нами.